Вот я так думаю, что еще наши гости подъехали. Я попробую сейчас немножечко представить, пока они настраиваются. Судьба часто сводит меня, как журналиста, писателя, поэта, с разными людьми. Чаще всего креативные, молодые, активные, с какими-то интересными идеями. И вот однажды со мной познакомился, так совершенно случайно, почти в автобусе, прекрасный человек, закончивший в Санкт-Петербурге знаменитый университет кино и телевидения. Это я потом, правда, уже узнал. И сказал, Владимир, а вы помогли, скажем, быть ведущим журналистом на федеральном сайте во власти РФ? Я даже не думал. Я сказал, конечно же, да. Итак, я сейчас сюда приглашаю не его, я приглашаю его родного брата, легендарного рок-музыканта Алексея Подшибякина. Лешенька, основателя группы «Диктатура сердца», да? Лешенька, давайте сюда, и я не знаю, что вы, ну, что-то скажите, несколько слов, потому что пока я подписываю сборник Есенинский, куда вошло два ваших замечательных стихотворения, вот побудьте у микрофона, вот в роли, скажем так, человека, который что-то красиво умеет говорить. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, начну с того, что я здесь, ну, скорее человек, наверное, более случайный, чем все остальные, потому что мне нечасто доводится выступать на подобных мероприятиях. Я занимаюсь рок-музыкой, вот это немножко все-таки из другой области, надо сказать. Но, как бы, подойти, значит, подходя к теме сегодняшнего мероприятия, да, мы отмечаем 120-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина. Вот что я имею сказать. Я обучался в литературном институте в Москве. Я жил, значит, в этом легендарном общежитии на Добролюбово 9, дроби 11. Видел очень многих творческих людей, поэтов и писателей из разных уголков страны, из разных регионов. И хочу всех вас заверить, что Есенин, как и прежде, популярен. Он ничуть не утратил своего влияния на молодежь и на творчество современной молодежи. Мне всегда нравился и, в общем, Серебряный век, да, поэты Серебряного века и Есенин в частности. Мне нравилось, что это было движением поэтическим, идущим именно из низов, совершенно не казенным, не придворным. Это была настоящая народная поэзия. Слава свободной поэзии, творческой энергии, слава Сергею Есенину, слава России. Только что, подожди, не уходи, тут только что осенила мысль, а не устроит ли нам в формате Есенинского поэтического музыкального фестиваля еще хороший, забойный Есенинский рок-фестиваль. Ну, естественно, с экологической зеленой окраской. А Алексея мы попросим быть не только членом жюри и главным экспертом по отбору настоящих рок-музыкантов, а Волгоградская земля богата этими талантами, но и, естественно, поучаствовать в диктатуре сердца, потому что хорошее название. Итак, дорогие друзья, я с большим удовольствием вручаю Алексею Подшебякину вот такой диплом. Он стал участником, не только вошел в этот сборник, но и участником сегодняшнего нашего городского праздника. И, Леш, вот с погашенной печати межрегионального Есенинского комитета, здесь найдешь себя, потом пойдет твой брат. Брат, иди к микрофону.